Здравствуйте, дорогие слушатели! Казу ТБ, кафедра экономика, учет и аудит, предмет «Корпоративные финансы» лентер Бельгибаева Куралай-Канашевна. Тема «Заемные источники финансирования корпорации». Рассмотрим такие вопросы, как состав заемного капитала, формирование его, организация процесса кредитования, показатели эффективности, франчайзинг и другие источники привлечения средств. Прежде всего, каков состав заемных средств, он представлен в виде такой классификации по множеству признаков. Основных. По способам, по срокам привлечения, долгосрочные, краткосрочные. По целям привлечения, пополнение оборотных средств, инвестиционные нужды, преодоление кассовых разрывов и иные цели. По источникам привлечения, заемные средства из внешних источников, заемные средства из внутренних источников. По форме привлечения, денежная, товарная. По видам процентной ставки, фиксированная, плавающая, нулевая, формально бесплатные средства. По методам привлечения, заем, кредит, лизинг, факторинг, эмиссии облигаций, коммерческий кредит и другие. По характеру обеспечения, необеспеченные и обеспеченные. Каждый из этих элементов рассмотрим отдельно. Краткосрочные кредиты и займы служат источником покрытия оборотных активов. Предоплата рассматривается как беспроцентный кредит поставщикам, который часто становится причиной неплатежей в хозяйстве. Западные корпорации редко применяют данный вид оплаты товаров, услуг. Задолженность компании-заемщика, взаимодавцу, по полученным кредитам и займам в бухгалтерском учете разделяет на краткосрочную и долгосрочную. Задолженность может быть срочной и просроченной. Краткосрочные считают задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которых, согласно условиям договора, не превышает 12 месяцев. Краткосрочные займы, кредиты показывают в бухгалтерском балансе как краткосрочные обязательства, которые формируют оборотные активы и заемщика. Сумму задолженности по полученным кредитам и займам отражают с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. Начисленные суммы процентов учитывают обособленно. Долгосрочный привлеченный капитал в форме кредитов и займов направляет, как правило, на финансирование вне оборотных активов. Долгосрочные кредиты и займы показывают в бухгалтерском балансе как долгосрочные обязательства со сроком погашения более чем через 12 месяцев после отчетной даты. По сравнению с финансированием через займы, привлекаемые с фондового рынка, эмиссия корпоративных облигаций, использование долгосрочных кредитов обеспечивает заемщику следующие преимущества. Отпадают расходы на печатание документарных эмиссионных ценных бумаг, их размещение оплату финансовых посредников, правовые отношения между заемщиками банком-кредитором известны немногим лицам. Условия предоставления кредита партнеры определяют по каждой кредитной сделке. Уменьшается срок между подачей заявки и получением кредита от банка по сравнению с поступлением средств с фондового рынка. Теперь рассмотрим стоимость заемного капитала. Она определяется по такой формуле, привлекаемой форме банковского кредита. Стоимость заемного капитала, привлекаемой в форме банковского кредита в процентах, она определяется отношением ставки процентов за банковский кредит, умноженная на единицу минус НС, где НС – это ставка подоходного корпоративного налога доли единиц. Далее в знаменателе единица минус ОРБК, где УРБК – это уровень расходов заемщика по привлечению банковского кредита и его сумме доли единицы. В свою очередь, уровень расхода заемщика по привлечению банковского кредита определяется отношением расходов заемщика по привлечению банковского кредита, денежных единиц, подзеленная на заемный капитал, привлеченный в форме банковского кредита, измеренной в денежных единицах. Политика привлечения банковского кредита включает следующие основные этапы или шаги – определение цели использования привлекаемого банковского кредита, оценку соотношения между краткосрочным и долгосрочным кредитом, изучение и оценку коммерческих банков, потенциальных кредиторов, заемщика, сопоставление условий возможного привлечения отдельных видов кредитов у разных банков. Формирование заемного капитала и оценка стоимости его привлечения. В состав заемного капитала корпорации, как мы видели, входят краткосрочные кредиты и займы, долгосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность в форме привлеченных средств. При этом краткосрочные кредиты и займы служат источником покрытия оборотных активов. Кредиторская задолженность рассматривается как беспроцентный кредит от поставщиков, который часто становится причиной неплатежей в экономике. Долгосрочный привлеченный капитал в форме кредитов и займов направляется на финансирование внеоборотных активов, к которым относятся основные средства, имущественные комплексы и другие объекты, требующие больших затрат на приобретение и строительство. Стоимость банковского кредита определяет на основе процентной ставки. Цена кредита, которая формирует основные расходы заемщика по обслуживанию долга. Данная ставка в процессе оценки требует ряда уточнений. Она должна быть увеличена на размер других затрат заемщика, но она должна быть уменьшена на ставку налога на прибыль, корпоративный подоходный налог, с целью отражения реальных расходов заемщика по привлеченным кредитам с учетом этих положений на стоимость заемного капитала. Формулу мы уже с вами рассмотрели в предыдущих слайдах. Организация процесса кредитования заемщика. Основные этапы кредитных отношений – это следующие – рассмотрение заявки на кредит и личные контакты специалистов банка с предполагаемым заемщиком, анализ кредитоспособности возможного заемщика и оцена качества заявки, подготовка кредитного договора, оформление кредита и контроль над выполнением условий кредитного договора. Показатели эффективности заемного капитала. Для оценки эффективности заемных средств используют систему аналитических показателей. Важнейший из них – коэффициент финансовой задолженности определяется как соотношение заемных средств к валюте баланса. Как вы знаете, валюта баланса – это и есть итог баланса и по активу, и по пассиву. Показывает долю заемных средств в валюте баланса заемщика. Рекомендуемое значение не более 0,5% или 50%. Второй – коэффициент соотношения между долгосрочным и краткосрочным заемным капиталом. Он определяется как соотношение долгосрочного заемного капитала к краткосрочному заемному капиталу. Увеличение этого коэффициента свидетельствует об инвестиционной направленности привлеченного заемного капитала. Аналитические показатели. Продолжим. Это коэффициент привлечения средств, а наоборот определяется соотношением краткосрочного заемного капитала к оборотным активам. Чем ниже уровень этого коэффициента, тем выше кредитоспособность клиента банка. Следующий коэффициент привлечения средств в части покрытия запасов. Это соотношение заемных средств к запасам. Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов должна составлять не менее 50%. Теперь рассмотрим обобщенный коэффициент финансовой устойчивости. Он равен отношению в числителе собственный капитал плюс долгосрочные обязательства, деленные на активы. То есть из пассивной части мы берем в числителе собственный капитал и долгосрочные активы и соизмеряем с активами баланса. Данный параметр выражает ту часть актива баланса, которую покрывают за счет наиболее устойчивых источников. Рекомендуемое значение коэффициента 0,7-0,8 или 70-80%. Коэффициент капитализации. Это отношение долгосрочных обязательств к долгосрочным обязательствам плюс собственный капитал. Практически это получается доля долгосрочных обязательств. Характеризует степень зависимости судозаемщика от его долгосрочных кредиторов и акционеров. Или долю долгосрочных кредитов и займов в постоянных фиксированных пассивах. Данный параметр индивидуальный для каждого отдельно взятого заемщика. Следующий коэффициент соотношения долга и объема продаж определяет соотношением совокупных обязательств к чистому объему продаж. Взаимосвязь между совокупным долгом и объемом продаж заключается в том, что от последнего параметра в конечном итоге зависит объем денежных средств, необходимых для покошения долговых обязательств. Косвенные источники инвестиций – франчайзинг и другие источники привлечения средств. Основными являются три – лизинг, получение имущества, то есть сырья, оборудование в кредит за определенную помесячную плату. После полной выплаты лизингополучатель вправе оформить предмет лизинга в собственность и использовать его далее для привлечения дохода. Франчайзинг – франшиза, коммерческая концессия. Одна сторона – франчайзер – передает другой франчайзи право на конкретный вид бизнеса. Франчайзи обретает право безгранично действовать от своего имени, использовать уже применяемую бизнес-модель, а также знак, известный бренд, технологию работы и все остальное, что ранее принадлежало франчайзеру. Факторинг. По большей части выкуп специализированной компании, кратковременные дебиторки, а деленное на R, которое обозначает обычно не превышает 180 дней, став кредитором, компания осуществляет деятельность по извлечению прибыли в собственную пользу, выгоду. Внешние инвестиции для корпорации на многих этапах его развития при реструктурировании могут иметь решающее значение. Учитывая это потенциальные инвесторы, оценив все доступные инвестиционные инструменты, которых на сегодня достаточно, могут сформировать оптимальный и безопасный инвестиционный портфель. Активными кредиторами могут стать даже частники, покупая у предприятий их облигации. Лекция завершена. Благодарю за внимание.